Проект «Кликни мир Белогорья» не перестает нас удивлять, и мы не перестаем удивляться тому, какие интересные люди живут на Белгородской земле. На сей раз на красную кнопку на нашем сайте нажали жители поселка Таврово. Я зашла на мир Белогорья через фейсбук, решила посмотреть, ну просматривая, решила сбросить пегаса, которого сделал сын, и, ну, чтобы люди увидели, наверное, и услышать какую-то оценку о его работе. Ну, поэтому кликнула на эту красную кнопочку и сбросила фото, и пыталась еще видео поставить. Не знаю, как это у меня получилось, конечно, но в результате вы приехали. Приехали в частный дом и практически попали на выставку одной скульптуры, которую можно рассматривать часами. Белгородцы любят украшать свои участки. Ландшафтные фигурки и статуэтки можно купить легко. Но такого пегаса вы не найдете ни в одном магазине. Хозяин дома, 25-летний автомеханик, сделал его сам. О том, что украдут такую красоту, не переживает, просто не унесут. Этот пегас весит почти 300 килограммов. Ровно год ушел на то, чтобы груда металла приняла столь эстетичный вид и могла не просто стоять, а почти парить. Как папа Карло Буратино, Дмитрий создавал своего пегаса буквально на коленке, в обычном цеху по ремонту машин. На помощь вдохновленному автомеханику пришел не менее вдохновленный газосварщик, родной дядя Дмитрия. Создавал ее, собственно говоря, без всяких макетов, без пластилинов, без ничего. Это был больше порыв души такой вот, как бы и получалось, ну, интересно было работать, интересно было чувствовать этот металл. Весь этот крылатый конь сделан из сварочной проволоки диаметром 4 миллиметра. Вообще здесь использованы три вида сварки. Голова, туловище и копыта сделаны с помощью электродуговой сварки. При создании гривы, хвоста и крыльев, кстати, перья, сделанные из листового металла, использовали ацетиленовую горелку и сварочный полуавтомат. А вот кованые здесь всего две детали. Это зубы. Да, у этого пегаса настоящая лошадина улыбка. И еще один кованый элемент. Это, собственно, то, что отличает этого крылатого коня от кобылицы. А вообще у каждой детали здесь своя отдельная история. Нам нужно было показать хвост и гриву как элемент воздушности такой, чтобы не было у него видно, что он отлитый. Это чисто ручная работа с помощью ацетиленового резака. Это даже не десятый вариант исполнения гривы и хвоста. Было много предыдущих вариантов. А еще отдельного внимания заслуживает копыта. У нас прическа получилась, начиная с кончиков волос на задних ногах. Причесали мы сначала задние ноги, потом передние ноги, потом получилась грива и только потом у нас получился хвост. Интересный вопрос подошел, когда мы начали делать крылья. Вот то, что мелкая вообще рифленность вот эта, это полуавтоматом просто вот как бы как художник берешь и полуавтоматом вот это вот вырисовываешь. Работа с перышками тоже заняла определенное время. Мы пытались набить рельеф, чтобы оживить как-то это перо. Чеканка и холодно-горячая обработка металлов у нас получилась в комплексе. Пытались завернуть каждое перышко, чтобы ветер, поток как будто его заворачивает. Этого эффекта мы добивались. Это была также неделя работы отдельно. Опять же мы использовали ацетиленовый резак, потому что другими методами развернуть эти крылья не представлялось возможным. Высота фигуры без подставки метр восемьдесят. Размах крыльев три с половиной метра. Вот так размахнулись не на шутку племянник дядя и их пегас. Этот конь хоть и сказочный, но у него все как у настоящего. Тугие и мощные мышцы. Чтобы правильно передать их расположение, ребята не раз выезжали на конеферму изучать стать лошадей. Изначально эти суставы выглядели как опухшие. Такой вердикт вынесли коневоды. Пришлось переделывать. Зато знакомые скульпторы похвалили за плавность линий и изящность форм. Даже ребра видны на изгибе. Отшлифовали, покрыли грунтом, хромировали, лакировали. Золотой конь не заржавеет, но Дмитрию этого мало. В своем пегасе он видит целый мир. Дальнейший этап, последний, завершающий, это покраска. Должен быть покрашен он быть в космическом таком стиле, чтобы были все галактики и туманности. Многообразие всего мира отображено в нем должно быть. Вот такие мифологические персонажи рождаются на Белгородской земле. Не важно кто вы, слесарь или сантехник, если у вас душа художника, пробуйте творить. И у вас может получиться что-нибудь не менее фантастическое. Ольга Черная, Дмитрий Боев, Федор Новиков, новости мира Белогория. Удивительно, какие вещи могут делать люди без специального образования, но с желанием созидать, создавать что-то удивительное. Если среди ваших знакомых есть такие или вы знаете о чем-то интересном и необычном, жмите на красную кнопку, кликни «Мир Белогория» на нашем сайте, и мы приедем, сделаем репортаж о том, что интересно всему миру. Продолжение следует...